Добрый вечер, уважаемые трейдеры, вы на информационном канале группы ИнстаФорекс, и с вами я, Екатерина Стихина. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на американском континенте. Сегодня в Соединенных Штатах отчитывались по показателю, что так требожит Дональда Трампа, если учесть, как часто президент США напоминает об огромном дефиците по внешнеторговому балансу. Согласно представленной статистике, за март месяц соотношение экспорта и импорта вернуло тенденцию на уменьшение после того, как в прошлом отчетном периоде дефицит сократился и продемонстрировал самое лучшее значение за последние восемь месяцев. Сальдо опустилось к отметке минус 50 миллиардов долларов. Но, тем не менее, и такое значение оказалось лучше прогнозов. При этом торговый баланс по китайским товарам оказался на пятилетнем минимуме. Тема торгового конфликта двух сфер держав не теряет актуальности. Инвесторы ждут итогов переговоров, что должно состояться на днях. Да и к тому же уже с завтрашнего дня увеличиваются пошлины на китайский импорт в США. Регулярные угрозы Трампа в сторону Пекина становятся причиной обвала фондовых индексов не только Китая, но и США. Так, график индекса Dow Jones с воскресенья падает вниз, и сегодняшние торги начал вблизи отметки 25 660 пунктов, потеряв с момента закрытия прошлой торговой сессии 400 пунктов или 1,5%. А вот участники валютного рынка пока не паникуют и проявляют сдержанность в ожидании оглашения итогов переговоров между Вашингтоном и Пекином. Даже глава ФРС Джером Пауэлл в своей сегодняшней речи не затронул тему монетарной политики, дабы не нарушить баланс настроения на рынке. Однако сегодня напряжение трейдеров все же проявилось. Доллар в момент потерял 0,3%, опустившись к отметке 97,30. Причина в резком росте евро. Котировка евро-доллара рванула вверх к отметке 1,1240 после того, как стало известно о решении проблем в банковском секторе Италии. Удержит ли евро внимание инвесторов? И до каких уровней доберется график евро-доллар? Об этом уже в наших завтрашних видео. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самой актуальной информации на финансовых рынках. До встречи!